Два концерта Владимира Семеновича прогремели в Куйбышеве в 1967 году. Тогда, вспоминает директор музея Высоцкого, от желающих не было отбоя. Очереди к Дворцу спорта на Молотогвардейске начинались от цирка. Люди готовы были отдать последние деньги за билет. Музыкант опоздал на выступление на час. Поезд, на котором он добирался до Куйбышева, задержали. Несмотря на это, из зала никто не ушел. Тогда Владимир Семенович спел 31 песню. Во Дворце спорта не было ни одного свободного места. Атмосфера была оглушительная. Оглушительная в том плане, что у меня справа, как на футболе, знаете, когда приходишь, начинает свистеть, кричать, топать ногами, кричать, когда там опасная ситуация. То же самое и здесь было. После каждой песни был грохот овации. Овации были. Поклонник творчества и директор музея Высоцкого Михаил Трифонов собрал внушительную коллекцию, посвященную великому автору. В трех небольших комнатах уникальные экспонаты ушедшей эпохи. Советские пластинки из разных республик СССР. Автографы Высоцкого, его супруги Марины Владе, матери Владимира Семеновича. Фотографии с концертов в Куйбышеве и даже гитара, на которой, по легенде, играл советский музыкант. Струны не менялись. Она семиструнная гитара. Берегка тоже не менялась. Почти 50 лет. Но вот гриб потертый. Видите как? Пальцем, конечно, и Мазалевского, и Владимир Басловский касался этих струн. Михаил Трифонов рассказал нашей съемочной группе о том, что одна из самых узнаваемых песен Высоцкого «Райские яблоки» изначально звучала по-другому. Он предоставил телеканалу «Самара ГИС» уникальную аудиозапись. Вот и дело с концом. В райских кущах покушаю яблок. Подойду не спеша, вдруг апостол вернет от стола. С годами творчество Высоцкого не теряет своей актуальности. В Самаре существует огромное количество поклонников его таланта. Один из них Сергей Лысенко. В преддверии памятной даты он готовится к концертам, которые пройдут в городе в пятницу и в субботу. Я сам автор-исполнитель. Я сам пишу песни и тоже давно я этим уже занимаюсь. И, конечно, Высоцкий сыграл свою роль. Я считаю его одним из своих учителей, скажем, вот в этом авторском пути. Один из тех, на кого я, так скажем, ориентируюсь, сочиняя там те или иные песни. Парус! Порвали парус! Каюсь, каюсь, каюсь! В субботу, 25 июля, в Самаре почтят память Владимира Семеновича. Поклонники его творчества соберутся на Молдогвардейской и возложат цветы к памятнику Высоцкому. Анатолий Головко, Николай Епифанов, Николай Сидоров. События.